МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В Нижнем Новгороде 6 вечера. Горький ТВ с последними новостями к этой минуте. Бывший директор по развитию Нижегородской оружейной компании АКБС Игорь Чегринский покончил жизнь самоубийством накануне вынесения ему приговора по резонансному делу о стрелковом оружии Минобороны России. Напомним, в 2012 году производственно-коммерческое предприятие Агентство коммерческой безопасности специзделия безвозмездно получило от Министерства обороны 127 тысяч единиц различного стрелкового оружия на переработку и утилизацию. Следователи Нижегородского УФСБ тогда квалифицировали это как хищение, посчитав, что имевшиеся у компании лицензии не давали ей права на получение этого оружия, а ее руководство своими письмами ввело в заблуждение сотрудников Минобороны. Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области обратилось в суд с иском о банкротстве ОАО «Нижегородский универсам» Андрея Клементьева. Компания задолжала министерству за аренду земельных участков в центре города почти 3 миллиона рублей с пени, но долги по судебным решениям так и не выплатила. Ответчик объясняет это тем, что приставы из-за 15 миллионов рублей задолженности перед другими организациями арестовали имущество компании, и она не может продать часть активов, чтобы выплатить долги. Но так как действия приставов были успешно оспорены в арбитраже, в универсаме надеются на мирное урегулирование этого спора. Студенты 40 российских вузов пожаловались на задержку стипендий. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на уполномоченную по правам студентов в России Артема Храмова. Подробности в нашем следующем материале. По словам студенческого омбудсмена, задерживаются все виды стипендий. И стандартные академические, и повышенные за успехи в учебе, и социальные, которые назначаются сиротам, инвалидам, а также учащимся в сложных материальных условиях. В список неплательщиков стипендий, которые подготовил омбудсмен, попали МГУ, Высшие школы экономики, РГСУ, Южные федеральные университеты и другие. В большинстве нижегородских вузов проблем с выплатой стипендий почти нет, сообщил в интервью Горький ТВ сопредседатель штаба уполномоченного по правам студентов Нижегородской области Евгений Долгополов. По результатам мониторинга каких-то серьезных нарушений, систематических задержек обнаружено не было. Были небольшие задержки, 3-5 дней, но это были чисто технические проблемы. Задержки в выплатах стипендий на данный момент выявлены в Нижегородском филиале Высшей школы экономики. Стипендия не выплачена за февраль месяц. Студенты Нижегородского филиала Высшей школы экономики рассказали в интервью Горький ТВ, что стипендии за январь были выплачены только на днях, а стипендии за февраль пока существуют только в формате обещаний. В Высшей школе экономики стипендия, к сожалению, за февраль задерживается. По ряду объективных причин, в силу того, что мы не получили деньги из Москвы, она будет выплачена до конца этой недели. По сообщению радиостанции «Коммерсант-ФМ» Дмитрий Медведев поручил вице-премьер Ольге Голодец проверить информацию о невыплате стипендий в ряде вузов и доложить ему лично. Большинство вузов прогнозируют полную выплату уже к 8 марта. Нижегородские баскетболисты сегодня проводят очередной турецкий матч в Евролиге. За свою небольшую историю наш клуб успел одержать две впечатляющие победы в Турции и дважды проиграл Бешикташу. Для того, чтобы зацепиться за четверку сильнейших в игре с Фенербахче, нам нужна только победа. На данный момент команда из Нижнего занимает шестое место в своей группе. Главными конкурентами за место в заветной четверке по-прежнему остаются турецкий Анадолу и испанская Лабураль, у которых на две победы больше, чем у горожан. Поэтому именно с такими командами и решится исход борьбы за четвертьфинал. Также уже известно, что центровой Нижнего Новгорода Артем Пороховский не примет участие в игре с турками. Причиной стало нежелание тренерского штаба нижегородцев рисковать здоровьем игрока. Как справиться нижегородцы с колоссальной ответственностью и чередой травм, узнаем уже сегодня в 9 вечера. Болеем за наших. Завтра утром в Нижнем Новгороде очередное похолодание до минус 12 градусов. Днем облачно и потеплее минус 1, минус 7. Всем приятного вечера в компании с Горький ТВ. Редактор субтитров А.Семкин